Веля Штылвилд, попучек, Н.В. Рассказ. Юркий Лори, утренний грузовичок предместной коммуны, оказался на поверку широкофюзеляжным увольнем, за баранкой которого сидела вечно неуемная Клод. Она была в скором преддверии бальзаковского возраста, носила гороховую жилетку и кепи, и в цвет им же – блузон, краги, лосина. Ни единой выбивки из предписанной гаммы, ни одной лишней детали. Пружинистые формы, пружинистая походка, пружинистые заколки на пружинистых локонах волос. Одним словом, умеющая и за себя постоять, и за перевозимых в город попутчиков. С попутчиками Клод никогда не была откровенна и ни разу не вела душеспасительный треп. Никаких курсов дорожных исповедников и душевных истопников для этого не заканчивала. Не до того было прежде. А теперь и подавно не до того. С недавних недобрых пор на городских въездах стояли то кордоны, то разъезды, то блокпосты. И не понять даже зачем. Ведь зачем, в самом деле, когда в самом городе дичайшая тишина. А может именно потому, что? Но это ее не касается. Как не касается никаких попутчиков, ее собственная прическа с начесом. Не начес, а шаровая молния в рыжевато-огненных волосах. Чуть что не так в окружающем мире, полыхнет шаровая молния, и в довершение, хранящая ее в себе, но тщательно скрываемая прической, и сама Клод. А из-за чего? Хотя бы из-за цвета самой гороховой униформы, так как водила мутренних грузовичков строго предписано облачать принадлежащие системе тела в этот умеренный и не раздражающий общественное мнение цвет, с тем, чтобы хоть на поверке вплоть до исподнего быть всегда только в одной дозволенной горчично-гороховой гамме. Зато к цвету волос претензий не предъявлялось, если только они еще от рождения выбивались из предписанной той же цветовой гаммы. Вот Клод и гордилась тем, что сама она от конопушек на носу до корней огненно-рыжих волос ничуть не соответствовала этой шутовской гороховой манной каше, тем невольно выбиваясь из этого всеобщего идеологического, намеренно-тоталитарного свинства. Попутчиков в закрытый город, безо всяких вопросов, предписано было не брать. А о том, чтобы в направлении к городу шли пеши в предписании и речи не шло. Поскольку отродясь, за последние 40 лет ни единого пешего по направлению в город так просто не шлялось. Попросту шедших строго останавливали и фильтровали с одинаково печальным для них результатом бесконечные шлагбаумы, да еще какие-то идиотские вертушки на блокпостах, да к ним всяческие весовые, со сканерными лазерными примочками и прочими новейшими ухищрениями. И все для того, чтобы ни пеший, ни конный в запретный город не шастал. Затянутая в гороховую униформу женщина-водитель Клод, являлась отнюдь не системой, которая управляет всеми людьми, и которая изначально была обречена однажды до основания разрушиться навсегда. Она была просто отменной водилой, для которой и была создана именно эта дорога. Дай о чем обычно думала Клод. Мол, знай себе, крути баранку, правь в заданном направлении, и ни о чем больше не думай. На станции прибытия всем строго предлагают выйти из грузовичка. Кузов с продукцией зеленщиков тут же выгружают, и через придирчивое сортировочное отправляют в центральный распределитель, а пассажирам беспрекословно навязчиво предлагают пройти в центр развлечений, где развлекают часами, предлагая тысячи аттракционов, но только без права выхода на территорию запретного города. Здесь не было оговорки. По приезде в запретный город все водители тут же становились недавними пассажирами, значит, бесконечно подозрительными гражданами, не товарищами. А между тем, в том же городе давно уже было введено круглосуточное комендантское время. Незадолго до его начала натруженный грузовичок с такими же гороховыми собратьями безропотно погружался на железнодорожную платформу и привычно отправлялся во своясе. Вечерний конвейер развозок осуществлял его коричневый собратцы же ему подобными. Развоз начинался с пяти вечера и осуществлялся до пяти утра. С первыми петухами за баранку бралась Клод и те, кто, проклиная порядки, был вынужден ошиваться на аттракционах, наравне с попутчиками в бездонном центре продуманных развлечений. Иногда, о радость, доблестным труженицам, здесь можно было выиграть одноразовое кружевное розовое белье. После этого розово и разово отмеченные удачи еще полжизни светились от счастья, но на том дело и кончалось. С пяти утра наступает время Клод и она вновь за рулем, с ветром в прическе, с песенкой в голове, с радушным гостеприимством утренней феи, в униформе горохового шута, предписанного ей свыше. От, черт, попутчики. Иногда их видишь в последний раз. Редко кто из них дотягивает до ранга государственных преступников. Чаще это либо правдоискатели, либо далекие от политики бомжи. Миляги без определенного места жительства. Или бичи, бывшие интеллигентные люди из безликих поколений дворников и сторожей. А еще барды и инфантильные дурищи с холщевыми ксивниками и в выношенном катоновом хламье придорожном, та еще публика, и споют, и расскажут, и выпьют, и прослезятся. А уж если начнут показывать раны да говорить о постигших их злоключениях, то уж и за живое возьмут. Да только депортируют их обычно из пункта Б в пункт А без оглядки на заскоки до пунктики, дабы с утра они вновь все начинали в охотку.